Ну что же, приветствую вас, дорогие мои друзья, Артемий на связи с вами и школа программирования алгоритмика. Если вы здесь, значит вам максимально интересно развивать свой игровой проект. И сегодня мы с вами поговорим о том, как сшить две игровые карты. Обычно некоторые ученики нашей школы и свободные вольные программисты просто создают две карты Classic Base Plath в одном игровом проекте. Это самый легкий и самый простой способ. Но тогда нужно будет задумываться о том, как же сделать какую-то невидимую стену, чтобы с одного Base Plath невозможно было бы увидеть другой Base Plath. То есть, чтобы они были как бы невидимы, создается телепорт между ними и тогда, в принципе, в одном игровом проекте есть как бы две разные карты. Что обычно любят делать? Любят, соответственно, создавать зону отдыха или так называемый лобби и, конечно же, основную арену для сражений. Когда-то в свое время я хотел сделать хорошую пародию на игру PUBG и создал очень достаточно деталированные красивые лобби. Вот, посмотрите, у меня тут и тени красивые, и солнышко светит. И есть дома... Ну, это как бы не дома, это типа прилавки, где можно было бы подходить, брать какое-то оружие. Как видите, я его еще как бы пока не добавил. Моя задача была просто красивый, значит, лобби создать и подумать о системе перехода, сшить две карты. Потому что здесь бои, соответственно, проводить никакие нельзя. А вот на основной карте, которую, возможно, я покажу вам в конце нашего видео, можно. Итак, давайте подумаем, что можно сделать. На просторах интернета очень много классных, интересных телепортов, которые можно адаптировать под свои нужды. Одним из таких телепортов является, посмотрите какой, показываю вам, называется он лобби телепорт. Да, он находится, как я сказал, на просторах интернета, но я вам отправлю ссылочку на этот классный телепорт. Он достаточно удобный, но его нужно поднастроить. Смотрите, давайте я сейчас добавлю его. Вот сюда вот я его добавляю. Вы видите, как бы три целых телепорта. Не переживайте, вот этот кирпичик нам тоже очень понадобится. Смотрите, друзья, значит, первое, что нам с вами нужно сделать, сделать следующее. Нам с вами нужно перейти во вкладку View, Places. Открываем. И вот, как вы видите, у нас с вами только одна локация. Да, она называется у меня PUBG. Да, еще нужно было подписать лобби, но окей. Значит, что нам нужно сейчас сделать с вами, дорогие друзья? Нам нужно с вами, во-первых, так как мы вот добавили сейчас этот телепорт, нам его с вами нужно нормально распаковать и настроить. Давайте этим займемся. Итак, смотрите, вот у нас есть лобби телепорт. И здесь конкретно можно следовать, значит, определенным инструкциям. Replicated Storage распакуй. Захватываю и несу в Replicated Storage. Раз. Отлично. Здесь нажимаю правой кнопкой мыши Engrope. Все отлично. Он распакован. Starter Character Scripts. Распакуй. Соответственно, несу. Несу это в Starter Player. Starter Character Scripts. Прекрасно. Нажимаю правую кнопку мыши Engrope. Бумс, полетели. Даже не нужно удалять никакую дополнительную папку. Итак, скрипты распакованы. Replicated Storage распакован. Что же у нас еще? Starter Guy. Распакуй. Беру папочку, несу в Starter Guy. Правой кнопкой мыши Engrope. Все отлично распаковано. И последний Workspace распакуй. То есть, соответственно, я переношу вот эту папку в Workspace. Правой кнопкой мыши Engrope. Отлично. Соответственно, лобби телепорт. Папку пустую можно удалить. Итак, у нас с вами есть, смотрите, один телепорт. Я буду настраивать сейчас только один. Понятно, что вы можете настроить вот эти все телепорты. Но на самом деле, я не думаю, что все понадобятся. Поэтому, что я делаю? Я сейчас выделю вот эти два. Немножко их отодвину. Ну, как бы удалять не буду. Вдруг что? Вдруг они каким-то образом связаны. Видите, я тоже сейчас первый раз работаю с этим телепортом. Поэтому еще, так скажем, не знаем, что он нам выкинет. Итак, нам нужно с вами в Explorer найти модель Gate. И там внутри нее есть соответствующий вот такой вот скрипт. Давайте мы его посмотрим. Что у нас со скриптом. Третья строчка. Place ID. Зачем она нам нужна? Мы будем вставлять ID Place, который как новый добавим от нашего Place PUBG. Здесь у нас есть система телепортации. То есть, видимо, будет какая-то надпись о том, что телепортация будет происходить. Вот так же я уже ошибку. Готово. Какого? Какое готово? Готово. Можно вот еще восклицательный знак добавить. Здесь есть один момент. Описано, сколько игроков поместятся в лифт. Ну, соответственно, это же телепорт. А игроков может быть много. Потому что боевую карту делаем большую, красивую. Ну, давайте хотя бы, чтобы он переносил по 4 игрока. Потому что, ну, 1, понятно, мало. Смотрите, нам нужно произвести изменения в 63-й строчке 1 на 4. И также нам еще нужно произвести изменения вот здесь, вот в 13-й строчке. Это, вот видите, 1 тоже. Столько перемещения для одного пупсика. Нет, для 4-х пупсиков. Отлично. Мы с вами скрипт как бы не закрываем. Вот так вот давайте сделаем. А скрипт пусть у нас будет. Давайте мы добавим place от нашего лобби. Правильно? Смотрите, идем куда. Помните, я уже открывал Asset Manager. Нажимаем правой кнопкой мыши Edit New Place. Нам открылся place под номером 78. Что нам перед тем, как туда перейти, нужно сделать? А нам с вами нужно перейти в файл, в Game Setting. Для чего? Для того, чтобы проверить вот эту вот систему security. Здесь вот эти три тумблера, раз, два, три, должны быть включены. Третий вот этот включен быть не должен. У нас вот только раз, два и четыре. Окей? Все. На этом мы, в принципе, остановимся. У нас здесь все нормально. Все. Смотрите, что вы дальше делаете. Все очень просто. Мы с вами здесь осуществляем генерацию территории. Вы добавляете все, что хотите, в вашу боевую арену. Оружие сюда добавлять не нужно, потому что оружие вы захватываете еще в лобби. Можно раскидать обчетечки, машиночки горящие. В общем, все, как вы любите. Мы проходим в Game Settings. И просто проверяем систему security. Вот видите? Отключен тумблер, который нужен. А мы его включаем. И сейвимся. Но это еще не все. Нам с вами нужно перейти опять во вкладку View. Идти в Asset Manager. Идти в Place. И так как мы уже находимся с вами в 78-м Place. Вот мы в нем сейчас тусуемся. Мы нажимаем на него правой кнопкой мыши. И делаем Copy ID to ClickBord. То есть мы копируем его, как бы, ID этой карты. Зачем нам оно нужно? Спросите вы. Сейчас все покажу. После этого мы с вами делаем файл. Когда вы произвели здесь изменения. Ну, то есть все. Вы создали. Нормально создали вашу карту. Все красиво. Вы делаете Save to Roblox. Мы же сейчас настройки тоже сделали. Их же сохранить надо. Идем еще раз. Publish to Roblox. Опубликовали. Проект опубликован. Но он еще не будет высвечиваться нигде. Мы с вами снова переходим в нашу карту лобби. И так как мы уже скачали. Скопировали. Извините. ID карты. Мы его вставляем. Вот он этот ID. Ну, вот у меня заканчивается он. 06.33. Понятно, что ваш ID будет, соответственно, совсем другим. Но я еще здесь рылся в самом скрипте. И хочу вас предупредить об одной ошибке. Дело в том, что пупсик, который писал этот скрипт, немножечко ошибся с деталькой. Смотрите. У нас деталь, которая нас возвращает. Это деталь возвращения. Когда вы заходите в телепорт, но передумали. Вы можете нажать выйти. И вы где-то появитесь в этом же лобби возле этого кирпича. Кстати, кирпич мы сейчас сделаем невидимым и непроницаемым. Так вот, смотрите, в чем ошибка. Видите, написано с большой буквой Live Room. А в скрипте написано с маленькой буквой. И поэтому система слива, она не работает. Если не произвести вот эти изменения. Мы маленькую L стираем. Большую L добавляем. Вот так еще можем подтвердить, что да, Live Room Part. Конечно же, нам теперь нашу карту. Все, вот эту. Вот она нормально сделана. С ней все окей. Нужно будет опубликовать. Сейчас мы это сделаем. Значит, смотрите. Вот эти истории я удаляю. Они нам уже не нужны. Я вот так вот его поставлю. Теперь я сейчас потом еще объясню вам, как это все работает. Как это красиво можно все соорудить. Все это дело поставить. Я не хочу появляться на вот этом кирпиче. Поэтому понятно, что я его через View, через Properties. Во-первых, я, конечно, сделаю его первое невидимым. А потом также я еще ему отключу галочку. Отключу галочку вот здесь на Canco Light. Чтобы я как-то не появлялся на нем, а как-то проходил сквозь него. То есть, смотрите, что я делаю. Беру Canco Light. Отключаю. Его беру Move'ом и подтягиваю его вверх. Ну вот здесь я бы хотел появляться. Ну нормально. Такой прыг и появился. Работа по настройке телепорта и его скрипта как бы завершена. Мы делаем файл. Save to Roblox. Все, я вижу, что мой проект засейвился. Также мы делаем файл. Publish to Roblox. Отлично. Опубликовали. В чем прикол? Дело в том, что в режиме Roblox Studio телепорт работать не будет для включения карты Plays 78, который есть у нас. Он работает только при публикации. Но что мы можем с вами здесь проверить? Давайте мы здесь проверим систему слива. То есть, если вот я зашел в телепорт, но что-то передумал телепортироваться. Если я нажму кнопку выхода, получится ли мне сделать так, чтобы я вышел из него? Смотрите, вот я появился, такой веселый и счастливый. Пошел там пушечек набрал и такой, наверное, пришло время поехать на войну. Вот. Оп. Нажимаю. Нажимаю выйти. Прекрасно. Отлично. И соответственно, я что? Я здесь великолепно снова брожу-хожу. Как вы заметили, когда я захожу сюда, то я как бы оказываюсь в зоне телепортации. Вот видите, телепортация автоматически срабатывает, но меня еще никуда не перенесет. Вот. Я оказываюсь на вот этой области. Как вы понимаете, эту область, вот смотрите, не вот эту, а вот эту область. Понятно? Можно, например, засунуть в какую-нибудь машину или самолет. Вот, например, даже вот в этот. Я сейчас все. Еще раз я все засейвил. Вроде все опубликовалось. Теперь я выхожу. Я сейчас, соответственно, делаю по картам Make Public. Да? My Game. Нет. Resent. Да. Угу. Так. И вот смотрите. Вот это вот, кстати, карта боевая. Потом ее покажу вам. Нажимаем вот сюда. Нажимаем на Make Public. Все. Она запубличилась. Теперь моя задача перейти на сайт. Roblox.com. Нажать обновить. Вот он. Смотрите. PUBG. Нажимаю. Если появится зеленая кнопка, то значит, все. Первое засейвилось хорошо и запубликовалось. Отлично. Смотрите. Нажимаю Play. Открыть приложение. Смотрим. Идем. Исследуем. Итак, друзья. Смотрите. Я такой хожу. Все. Набрал. Аптечечки набрал. Пушечки набрал. И думаю. Они пойти ли мне постреляться. Да? Все. Я вот так вот, допустим, перемещаюсь. Должна сейчас будет сработать система телепортации. Телепортация начинает происходить. И посмотрим, подгрузится ли наша вторая карта. Так, как вы видите, происходит перемещение на карту плейса 78. И здесь я уже максимально появился. Невероятно огромная карта. Не знаю, кто пользуется бейсплетом. Я обычно пользуюсь клейсик бейсплетом. Итак, ну что ж, дорогие друзья. Вот вы и увидели, как пошагово все грамотно настроим. Можно пересматривать это видео много раз. Останавливать нужных места, где нужно. Еще раз, ссылочка на сам телепорт будет у вас внизу под видео. И, конечно же, в комментариях пишите, получилось ли вам сшить ваши крутые игровые карты. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вдруг, если что-то будет не получаться, пишите. Я, возможно, иногда просматриваю комментарии и могу на что-то ответить. Все. Всем хоп. Покеда. 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 Покеда.